Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами на территории Шаровского замка в Харьковской области. Если вы сейчас решили сделать перерыв между своими делами и выпить чашечку любимого кофе или чая, и если вам хочется, чтобы ваши глаза приятно на чем-то отдохнули, я вам предлагаю отправиться в такое короткое путешествие в Харьковскую область, в Шаровский замок, куда, в общем-то, харьковчане очень часто приезжают на выходные для того, чтобы тоже дать отдохнуть своим глазам. Ясно, ну, подивом, а сможем на обратной дороге. Шаровский замок – это дворец, расположенный в одноименном поселке Шаровка, и берет свое начало с начала XIX века. В тот момент это была просто одноэтажная усадьба, которая перешла в 30-х годах во владение помещика Петра Ольховского. Петр в течение 30 лет за ней следил, улучшал, обустраивал, но через 30 лет, то есть в 60-х годах, по легенде, проиграл в карты братьям с самусловатой фамилией Геббенштрейте – Федору и Христиану. Братья очень следили за этой территорией, улучшали ее, обустраивали и превращали действительно в такой вот дворец, но позже продали сахарному магнату, немцу Леопольду Кёнигу. И Леопольд Кёниг уже превратил эту усадьбу в самый настоящий двухэтажный дворец, который смахивает больше на замок. Кёниг приглашал самых лучших европейских мастеров для того, чтобы превратить земли и саму территорию замка – это, в общем-то, настоящее произведение искусства. Ну а в начале 20 века, когда пришла советская власть, замок из замка сделали туберкулезный санаторий, который служил таковым до 2008 года. Ну а сейчас замок доступен для всех желающих посетителей. Единственное, что жаль, что для посетителей он доступен в довольно таком разрушенном и полуобветшалом виде. На этом все свои ступительные слова, которые я хотела сказать, я сказала. И дальше хочу вам предоставить возможность просто смотреть, не слушая лишних слов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok